Настало время подвести информационные итоги рабочих будней в эфире «Неделя в Тагиле» в студии Аллы Кузнецова. Здравствуйте! Вначале коротко об основных темах. У тагильчан появилась возможность купить квартиры на льготных условиях. Нижний Тагил участвует в программе «Жилье для российской семьи». Как такой водой можно мыться? Жительница старателя принесла в администрацию города две бутылки с водой из-под крана. Терпение иссякло. За труд и верность профессии с наступающим днем медика глава города Сергей Носов поздравил сотрудников Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра. Когда ждать обещанных 200 миллионов из области на ремонт дорог? На эти и другие темы будем беседовать с гостем в рубрике «Прямая речь» замглавы города Константином Захаровым. И в начале программы о событиях пятницы. В городе ликвидируют последствия грозы и шквальства ветра. Зафиксированы десятки сбоев в электроснабжении из-за обрывов линий. Перебои были на Голом Камне и Весиме в Черноисточинске. А вот село Елизаветинское осталось без электричества полностью. Утром туда выехала аварийная бригада. Все сбои энергетики устраняют. Службы городского хозяйства и коммунальщики убирают поваленные порывами ветра деревья. К другим темам. Как такой водой можно мыться? Жительница старателя принесла сегодня в администрацию города две бутылки с водой. Ее терпение иссякло. Подобные емкости она уже оставила в Роспотребнадзоре и прокуратуре. Такая горячая вода бежит в ее квартире из крана в течение трех лет. Живет Александра Николаевна Радишевская в доме 16 на улице Курортная. Даже для мытья ей приходится кипятить холодную воду. Та бутылка, что посветлее, набрана только что. Та, что темней, постояла два дня. Что ответили женщине в надзорных ведомствах? Продолжение этой истории смотрите в понедельник в программе «Новости итоги дня» в 20.30. У тагильчан появилась возможность купить квартиры на льготных условиях. Нижний Тагил планирует участвовать в федеральной программе «Жилье для российской семьи». Сергей Носов провел совещание с руководителями федеральных структур, крупных предприятий и бюджетной сферы по поводу участия в программе сотрудников. Есть заявка на федеральное бюджетное финансирование по программе «Жилье для российской семьи». Это 85 тысяч квадратных метров жилья. Если у нас есть с вами потребность, соответственно, а там очередь мы имеем шанс получить федеральные деньги на строительство жилья на Гальянке. Участвовать в программе могут многодетные молодые семьи, семьи работников городообразующих предприятий, структуры оборонно-промышленного комплекса, научных организаций, бюджетников, ветеранов боевых действий, инвалидов, владельца аварийного жилья или обеспеченной жилой площадью менее 18 квадратных метров, при уровне дохода менее 38 тысяч рублей. 16 июня в отделе по учету и распределению жилья администрации города начат прием заявлений от физлиц и организаций с просьбой включить их в программу. В ее рамках в Тагиле предполагается строительство более 70 тысяч квадратных метров жилья. Стоимость одного метра 35 тысяч рублей. К реализации проекта планируется привлечь около полутора тысяч семей. ФОК обретает очертания. Строительство спортивного комплекса на Гальянке вышло на финишную прямую. Сейчас основные работы, говорит подрядчик, внешняя и внутренняя отделка. Благоустройство. Настрой только боевой. Все нормально, все хорошо, все в плановом строительном режиме. Стройки не бывает, нету ни недочета, всегда что-то есть. Поэтому в рабочем режиме инженерный состав решает эти вопросы. Принимает на месте решения и реализовывает их на площадке. Подрядчик Генстроя Урал намерен закончить отделку кровли, фасады и внутренних помещений к 1 августа. Глава города ставит срок на неделю больше. Пока серьезных замечаний к строителям нет, говорит градоначальник. К сожалению, к сожалению, вот нерешенность вопросов с финансированием отбросила, отбросила. Примерно на месяц. Теперь это надо наверстываться. И вот только благодаря тому, что городская дума поддержала нашу инициативу по гарантиям, вопрос кредитования оборотных средств у генподрядчика, этот вопрос решен. За труд и верность профессии с наступающим днем медика глава города Сергей Носов поздравил сотрудников Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра. Сколько операций уже сделали и с каким настроением встречают праздник. Далее в сюжете. Я думаю, и город достоин госпиталя, и госпиталь достоин города Нижнего Тагила. Я знаю, что здесь много приезжих. Я думаю, вы уже влились не только в коллектив, но и становитесь тагильчанами. Так оно и есть. В Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре 350 врачей, медсестер и санитаров. Многие из них сейчас на торжественном собрании в честь Дня медицинского работника. Денис Сергеевич, к примеру, из Кургана. Без него здесь не проводят ни одной операции. Мужчина, заведующий анестезиологическим и реанимационным отделением. 12 лет он отвечает за жизнь своих пациентов. Сам подбирает персонал, сам же и вводит наркоз оперируемым. Анестезиолог-реаниментолог должен четко отвечать за свои действия, за свои слова во время операции. Быстро реагировать на изменяющиеся условия. И на изменяющиеся условия в организме больного. В госпитале на счету у Дениса Индуткина порядка 3000 операций. То есть почти все, что провели здесь. За 9 месяцев в лечебно-реабилитационном центре прооперировались 3200 пациентов со всей области. Поздравлений с профессиональным праздником сотрудники госпиталя заслужили. Особенно его создатель Владислав Тетюхин. Для него у главы города слова поздравления особые. Для всех музыкальный подарок от филармонии. Дарья Ахнычкина, Игорь Харьков, Павел Соложнин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Рисуют на природе и лечатся. Участники проекта «Арт-терапия» дети с ограниченными возможностями здоровья вышли на пленэр. Помогают им осваивать кисть и холст студенты колледжа прикладного искусства и дизайна. На открытом уроке побывала и наша съемочная группа. Маша Жилкина участвует в программе «Арт-терапия» с 2008 года, когда она началась. Совместными занятиями рисованием на пленэре участники по традиции завершают каждый учебный сезон. Вот и сегодня в очередной раз собрались в сквере колледжа прикладного искусства и дизайна. Я рисую грушу, чайник и вазу. Освоить рисование детям-инвалидам помогают в рамках благотворительного проекта, который финансирует Евраз. Подобный метод духовного и физического развития предложила общественная организация художников «Автор явлений». Студенты колледжа охотно подключились к ней. Дети приходят сюда, они улыбаются, они рады друг другу, у них уже сложились теплые дружеские отношения. Это самое главное, когда возникают в процессе творчества вот эти связи с педагогами, детьми, родителями, студентами. Примерно половина из 40 маленьких участников арт-терапии трудились над созданием своих новых работ под чутким руководством наставников. Родители Маши Жилкиной, как, впрочем, и все остальные, просто упражнениями их не считают. Есть работы, которые мы сдаем на выставке, они и так и хранятся, как бы вывешивают на выставках. И много работ, конечно, дома хранится, которые, это память, в первую очередь, для себя вот так вот приходит кто-то показать, рассказать, чем ребенок занимается. Очередные выставки детских работ будут организованы Дню Металлурга и Дню Города. Алексей Алексеев, Игорь Харьков, Егор Егошин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Слепого художника в темной комнате показали посетителям Музея изобразительных искусств. Это спектакль, дипломная работа молодых артистов факультета сценических искусств Пединститута. Постановка в рамках музейного проекта «Культурный четверг». На творческий вечер заглянула и наша съемочная группа. Ну ты сама подумай, ну как вообще сможет быть слепой художник? Ну он же не видит ничего. Ни холста, ни бумаги, ни красок. Ну нельзя же быть этим художником там на ощупь что ли? А оказывается можно. Доказали это выпускники факультета сценических искусств Нижне-Тагильского пединститута. Спектакль по пьесе Ольги Зверлиной так и называется «Слепой художник в темной комнате». Постановка – дипломная работа молодых артистов. Третий раз показывают ее зрителям. В этот раз вместо родной сцены – зал музея изобразительных искусств. Основная мысль в том, что мысли материальные. И еще мысль в том, что зачастую люди бывают в нашей жизни, может не те, кем бы мы хотели их видеть или понимать. Или в них внутри сидит тот человек, который должен, то есть они зарываются в какой-то кокон. Спектакль, говорят зрители, отлично разнообразил их будний день. Но он оказался не единственным сюрпризом. Культурную программу продолжил мастер-класс по вязанию ковриков-кружков. Крючки в руки всем желающим. Нужно умудриться сделать так, чтобы было выращивание пити. Кто не мог управлять крючком, заплетал из веревок простые косички. Дома их можно вместе сшить в коврик. Полученную красоту с радостью примут в музее. До конца августа объявляют сбор таких кружков, чтобы потом их отправить известному московскому художнику Леониду Тишкову. Тот, в свою очередь, превратит все работы в свой авторский шедевр. Кстати, здесь с его творчеством также можно было познакомиться. Зал украшает выставка «Взгляни на дом свой». Хотелось бы чаще бывать на таких вот мероприятиях, что как-то разнообразить свою жизнь, украсить ее вот такими творческими людьми, которые нам преподносят вот это все. Сегодняшний формат очень прям такой необычный. И на спектакли побывали, мастер-класс провели, и выставку посмотрели. Очень здорово. Очень хорошо нравится вот так, ну вот эта вот картина, там где такие кружки и фотографии, маленькие такие. И очень нравится вот такая гусеница с одной стороны лицо и с другой стороны лицо. Посетителей в музее ждут каждый четверг. Культурная программа постоянно меняется. Дарья Ахнычкина, Александр Штраух, Павел Соложнин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». А наша программа продолжается. Впереди тематические рубрики «Обзор событий недели» и «Прямая речь». Гостем студии будет заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Константин Захаров. Оставайтесь с нами. Неделя в Тагиле продолжается. В студии Алла Кузнецова и настало время вспомнить, что изменилось в Нижнем Тагиле за последние пять дней. Самые значимые и интересные темы недели. Смотрите в обзоре. Обещание выполнят. Спортплощадка на территории детского дома номер пять будет установлена. Как только позволит погода, сертификат был подарен детям на Новый год. Замену оборудованию зарубежного производства на российское ищут на ЕвросентмК. В конвертерном цехе впервые начали использовать отечественные машины газовой резки слябов. Инспектор ГИБДД устроил аварию, в которой погибла девушка-пассажир. На иномарке врезался в опору моста на индустриальной. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Ведется проверка. Проект размещения автомобильных парковок на Гальянке разработан в муниципальной мастерской Генплана. Проблема требует решения во всех районах. С ГГМ решили начать. Борьба с бездорожьем продолжается, правда, пока только на средства местной казны. В начале недели дорожники работали на четырех улицах. Перспектива повышения по службе и денежное вознаграждение. Такое поощрение ждет победителей конкурса молодых руководителей в РАСНТМК. Его финальный этап прошел во вторник. Городские водоемы – не место для купания. Об этом предупреждают специалисты. Состояние пляжей и качество воды вызывают многочисленные нарекания. Нарушения в каждой палатке по рядам мини-рынка возле торгового центра «Стрелец» прошли сотрудники мэрии, прокуратуры, полицейские. После проверки некоторым пришлось свернуть палатки. Череда юбилейных дат НТМК началась с фуксохимического производства. В среду этому подразделению комбината исполнилось 75 лет. У Тагила появился оберег, который будет охранять город от всевозможных потрясений. Шпиль башни на Лесе-горе украсила фигура архангела Михаила. Проект внесения изменений в генплан Нижнего Тагила прошел публичное слушание. Обсуждался вопрос об изменении границ городского округа, чтобы исключить из его состава территории, на которых расположены полигоны ТБО. Представители шести европейских стран обсуждали экономическое развитие Тагила. В городе прошел открытый урок Международной летней школы аспирантов. В реке Визовка, куда поступают промстоки НТМК, заменили фильтры. Воды очищают от вредных взвесей и остатков нефтепродуктов. Лучших медиков города с наступающим профессиональным праздником поздравил Сергей Носов. Врачи и медсестры получили благодарственные письма главы и депутата Госдумы Александра Петрова. Определена тройка претендентов на звание почетных гражданин города. Оркомитет выбрал три кандидатуры. Ген-директор корпорации УВЗ Алексиенко, заслуженный тренер России Ольга Гвоздева и специалист по социальной работе Валентина Виноходова. Из них одного почетного гражданина выберут депутаты. Борьба с бездорожьем продолжается, правда, пока только на средства местной казны. Какие улицы будут отремонтированы и когда ждать обещанных 200 миллионов из области на ремонт дорог и строительство моста на Красноармейской. На эти и другие темы будем беседовать с гостем рубрики «Прямая речь» заместителем главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Константином Захаровым. В нашей студии он появится буквально через минуту. Программа «Неделя в Тагиле» продолжается и на очереди у нас рубрика «Прямая речь». Сегодня гость нашей студии заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Константин Захаров. Здравствуйте, Константин Юрьевич. Здравствуйте. Константин Юрьевич, давайте начнем с темы ремонта дорог. Сейчас дороги ремонтируются пока только на средства муниципалитета. Две компании заняты, это УБТ-сервисы и Тагилдурстрой занимаются. Расскажите, какой объем необходимо сделать запланированно на это лето, на этот сезон? В рамках эксплуатационного содержания, значит, это чуть больше 100 миллионов рублей. То, чем мы располагаем для проведения и текущего, в общем-то, и капитального ремонта дорог, с учетом того, что более 600 километров протяженность, конечно же, этих средств, ну, мягко говоря, недостаточно. И в первую очередь, конечно, мы работаем по предписаниям ГИБДД, которые указывают на те или иные серьезные недостатки, которые могут двигаться, ограничивать движение транспортных средств. Ну и кроме того, по весеннему обследованию есть ряд улиц, которые, ну, так скажем, более или менее будут выполнены уже там карточным ремонтом. Там, то есть, улицы Циолковского, да, вот мы, я считаю, довольно неплохо отремонтировали, по крайней мере, от мира, значит, здесь до Пархоменко, то есть, участок, часть дорог на Дежинском районе мы отработали. Ну вот, в рамках эксплуатационного содержания сейчас работа идет примерно такая. Хорошо, улица Горошникова сейчас закрыта, движение там перекрыто. До какого момента это интересует автомобилистов и что там происходит? Либо ремонт дороги, либо все-таки сети отеля и реконструкция набережной? Ну, там не только сети отеля. Сети отеля уже построены были в прошлый год, да, то есть вопрос там, сегодня там серьезных два вопроса. Это первое, связанное с отелем, но уже не сети, а развязка, связанная со спуском, с выездом с отеля, потому что, в общем-то, примыкание к дороге должно быть выполнено по всем требованиям, значит, в проектном исполнении. Это первое. А второе, то в связи с реконструкцией набережной, значит, уже для того, чтобы не возвращаться к вопросу строительства сетей на территории у нас набережной три кафе будут действовать, да, то есть вот для того, чтобы проложить сети кафе, для того, чтобы заменить существующие сети, то есть такая задача тоже стояла у нас там достаточно много и водовод, и канализационная сеть, и даже участок газопровода есть. Для того, чтобы не возвращаться, ну, по каким-то либо причинам к ремонту этих сетей и нарушать благоустройство, которое, в общем-то, будет выполнено довольно дорогостояще, значит, идет замена и перекладка этих сетей. Вот в связи с этими работами, конечно же, улица Горошникова, она вот будет претерпевать, скажем, так серьезное, серьезное строительное воздействие. Но, тем не менее, я думаю, что где-то, наверное, к середине августа, то есть она будет полностью восстановлена вместе с асфальтовым покрытием, то есть, ну, и, в общем-то, доступна для горожан города. Угу. А вот не раз речь шла о гранитных бордюрах, они будут установлены на Горошниково, это будет первая улица в городе? Ну, я не скажу, что первая, это у нас часть Поленина есть установлена, уже опыт, да, скажем так, установки гранитных бордюров, значит, довольно широко, ну, далеко ушел Екатеринбург в этом плане. Ну, и с учетом того, что качество железобетонных издений, надо признать, значит, остается на довольно низком уровне в современных условиях, да, в общем-то, гранитный бордюр, конечно же, здесь неоспоримо, он и по продолжительности, и по пригодности. Ну, для нас это не первый, кстати, опыт работы с натуральным, скажем так, камнем, если вы помните, в 2013 году было принято решение о том, что переезды все трамвайные мы выполняем теперь тоже в гранитной брусчатке, что тоже также позволяет, значит, провалы, подъемы, то есть это как раз, скажем так, одни из нагруженных или сложных технических узлов инженерных, да, потому что там и рельсовый путь живет своей жизнью, полотно живет своей жизнью, там, и тем не менее, как иногда приходится проводить ремонтные работы, и поэтому вот материал, который, может быть, вторично применен, да, он, конечно же, удешевляет и упрощает эти работы. Поэтому я думаю, что гранитный бордюр, конечно, тоже станет хорошей традицией для города. Еще в мае правительство Свердловской области обещало выделить Нижнему Тагилу также средства на ремонт дорог, на строительство временного моста на улице Красноармейской, это 200 миллионов рублей. Пока нет никаких подтверждающих документов, да, я так понимаю? Ну вот это как раз один из примеров, вот, ну, мягко так скажу, сложности бюджетных процессов, когда от принятого решения до фактически доведенных, даже не денег, а бюджетных ассигнований, да, проходит как минимум 2-3 месяца. То есть, и здесь такая процедура точно такая же, то есть, только 23 июня на законодательном собрании Свердловской области мы ожидаем, что эти деньги будут доведены до главного распорядителя бюджетных средств Министерства транспорта. Министерство транспорта должно будет принять их себе в государственную программу, внести изменения в государственную программу, утвердить на правительстве, после этого выйти на заключение соглашения с городом Нижним Тагилом, и только после этого мы можем рассчитывать на то, что денежные средства, собственно, как и бюджетные ассигнования должны будут дойти до города Нижний Тагил. И у нас должен запуститься такой же механизм о том, что мы должны будем через Думу пропустить, поставить доходные источники, поставить расходные источники, довести их до нашего главного распорядителя бюджетных средств управления городским хозяйством, и только после этого он может своему учреждению, службе заказчика, в общем-то, открыть бюджетные лимиты, и только после этого служба заказчика должна будет разместить на аукционе 45 дней победителя, а еще и подготовить проектно-сметную документацию. Ну, ведь разыграны конкурсы, да, уже городом? Я вам для чего-то всю цепочку рассказываю, что мы понимаем, что в лучшем случае деньги бы до нас дойти смогли в июле, а то и в августе месяце, с учетом конкурсных процедур, это был бы уже даже не конец сентября, а начало октября месяца, и, собственно, от принятого решения в мае о выделении денежных средств, значит, фактически реализовать их, ну, в нормальный строительный сезон, да, с погодными условиями для города не представляется возможным. Поэтому вот то решение, которое было принято главой города о том, что необходимо еще в прошлом году было разыграть конкурсы и на строительство моста, и на ремонт дорог в объеме 500 миллионов без финансирования, там, долгосрочные, вы помните, на 4 года мы отыгрывали эти конкурсы, закладывав только по 50 тысяч рублей там в каждом году. И это решение было подвернуто всевозможной критике со стороны тогда и депутатского корпуса, и счетная палата нам указывала на нарушение, да, и даже области то высказалось, да, о том, что это несколько вольное обращение с бюджетом. Но зато это решение позволит нам, даже понимая о том, что деньги будут в июле, фактически начать работу уже в конце июня и рассчитаться с исполнителями июлем, августа, месяцем, значит, спокойно выполнив все ремонтно-строительные работы и завершив их даже, как ставит глава города, задачи ко дню города. Я напомню горожанам, что мы планируем отремонтировать три улицы в Дежинском районе, это улица Орджоникидзе, улицы Пехтовая и Максарева, значит, улицы, и улицу Красноармейскую от парка Бондина до улицы Краснознаменной, значит, с учетом того, что в этом же пересечении мы будем делать временный мост через реку Тагил, это получится неплохой путепровод, который, в общем-то, снизит нагрузку и с улицы Фрунзе, как мы ожидаем, ну и в последующем позволит нам, в общем-то, проводить, закрывать и проводить необходимые ремонтные восстановительные работы по самому мосту Фрунзе. Ну, 200 миллионов вообще не такая большая сумма, если это касается ремонта дорог, особенно строительства временного моста. Хватит этих средств? Вообще, какова цена проекта строительства временного моста? Ну, 82 миллиона, которые мы сейчас заключаем до обсоглашения с нашим подрядчиком на строительство временного моста, это как раз достаточно денежных средств для, в общем-то, выполнения всех этих работ необходимых, в том числе с подъездами, съездами с моста, с освещением, то есть с ограждением, пешеходной его частью, то есть фактически это, он хоть и называется временный, да, то есть потому что он необходим для ремонта основного моста, по которому, кстати, и трамвайное движение у нас идет, да, по улице Фрунзе, но это будет полноценный автомобильный мост, пускай, ну, пускай не сильно высокий, но полноценный автомобильный мост для двустороннего движения плюс с пешеходной частью. Ну, 200 миллионов действительно для города не самые большие деньги, но если бы этот подход был системный, да, вот я еще раз, тут, может быть, даже присоединюсь к критике политики, проводимой областью в части ремонтов, да, если бы это были плановые цифры, да, и каждый год город имел бы денежные средства, ну, в соизмеримом объеме, ну, как минимум, там, 200-300 миллионов рублей, то я считаю, что дороги, конечно, были бы в гораздо лучшем состоянии, да, и, в общем-то, я думаю, даже больших проблем бы мы не испытывали. Но, к сожалению, вы видите, то есть, 14-й год ни рубля не было, да, 13-й год был, как никогда, наоборот, урожайные там почти 900 миллионов мы осваивали, по 16-му году у нас также нет представления, значит, будут деньги из областного бюджета, не будет денег из областного бюджета, что тоже нам не позволяет работать системно, готовить проектно-сметную документацию нормально, с экспертизой, с оценкой ситуации. Поэтому, конечно, вот такое вот неритмичное, скажем так, решение этого вопроса, оно и порождает, я думаю, даже большие проблемы по состоянию дорожного полотна. Ну, а что тогда с ремонтом основного моста на улице Фрунзе, потому что судится... Тоже остается вопрос, значит, на сегодняшний день, да, открытым, поэтому, но мы готовим заявку в область, до 1 августа мы должны будем заявиться, мы в прошлый год заявлялись с единственным объектом, значит, потому что область принимает только один объект капитального ремонта, значит, прошу прощения, реконструкции или строительства, да, то есть у нас это мост Фрунзе, о чем мы говорили, значит, и актуальность никуда она не девается, то есть общая сумма в ценах 2014 года была 500, ну, почти 500 миллионов, да, ну, с учетом, что вот на 86 миллионов работа будет выполнена, то есть необходимо будет порядка 400 миллионов для того, чтобы провести реконструкцию моста по улице Фрунзе. Правда, я должен сказать, что он у нас заложен с расширением, с увеличением протяженности, то есть он несколько меняется, угол уходит повыше, то есть это будет уже совершенно другой мост, и пропускная способность моста будет несколько иная. Так что будем заявляться, все будет опять зависеть от решения областных властей. Хорошо, что касается других объектов строительства на этой неделе, с рабочим визитом в наш город, в нашем городе побывал министр строительства области Сергей Бедонько, смотрел объекты, которые возводятся по поручению президента. Это фок, драмтеатр, три новых детских сада. Какой-то обмен мнениями потом произошел после осмотра? Да, в общем-то мы находимся в постоянном диалоге, поэтому ситуацию, конечно, он знает не только из визитов, то есть у нас и отчеты, и вопросы обсуждаем так в рабочих диалогах. Поэтому, ну, конечно же, всегда своими глазами посмотреть и побывать на объекте для строителя, оно большего стоит, чем все эти бумаги, поэтому вот такой рабочий визит действительно прошел. Ну, что мы отмечаем? Отмечаем, что все работы идут в графике, а разговор, конечно, шел в первую очередь о финансировании, значит, реконструкции и строительства фока, потому что достаточно напряженная или серьезная ситуация остается по финансированию. Значит, если по реконструкции драматического театра область предложила один из вариантов, да, который тоже не совсем нас устраивает, значит, но тем не менее мы видим, как из этой ситуации выйти, то с фоком ситуация пока остается, ну, довольно сложной, то есть там больше, чем на 50% строительства, да, пока ни федеральные, ни областные власти не видят решения этой проблемы, значит, но хотя она серьезно занимается над тем, чтобы эти деньги не в 2016 году, как заявлено, а в 2015 году до города дошли. То есть вот эти вот вопросы, то есть координации наших усилий, наших действий, то есть и, в общем-то, и была посвящена встреча, которую проводил глава города и Сергей Юрьевич Бедон. 300 миллионов муниципальной гарантии, которую город взял на себя для подрядчика, вот такие обязательства, их не хватит на завершение строительства фока? Нет, и хватит на завершение строительства фока, да, но это, мы вместе с вами понимаем, это гарантия муниципалитета и коммерческий кредит подрядной организации, то есть это не совсем та, скажем так, схема, да, финансовая, которая должна происходить между заказчиком и подрядчиком, поэтому, конечно, вот те вопросы, которые я ранее озвучил, то есть они остаются в стадии решения, и актуальности, и серьезности, ну, не потеряли. Поэтому, да, работы будут продолжены, и у нас нет сомнения, что в срок будут запущены эти объекты, потому что такая задача стоит, и никаких долгостроев и никаких замороженных объектов на территории города у нас быть не должно и не будет. Что касается реконструкции набережной Тагильского пруда, Сергей Константинович говорил, что уже в день города тагильчанам покажут кусочек обновленной набережной, расскажите, какая территория это будет, и какие работы там сейчас происходят, что можно будет увидеть? Ну, мы с вами проговорили, да, о том, что сейчас практически мы завершаем перекладку сетей необходимую, вот, как я уже сказал, да, потому что сети там многие, не то что 25 лет, там и по 50 и более лет проходили, да, как канализационный коллектор. Значит, серьезные, скажем так, глубинные работы завершаются, с июнем же месяцем завершаются основные работы, связанные с монолитом, то есть с устройством там выносных двух площадок обзорных, которые у нас будут заходить на акваторию Тагильского пруда, но и где-то вот буквально там через неделю, через две, они и сейчас у нас идут, работы связанные уже, скажем так, не с чистовой отделкой, да, как это было бы на стройке, а как с благоустройством, связанное с устройством пешеходных дорожек, спортивных дорожек, с натурального камня, из бихатона, с резинового покрытия, то есть вот этой частью сейчас, в общем-то, эти работы будут и выполняться июнем месяцем, поэтому, ну, я думаю, что первое, что мы сможем показать тагильчанам, это часть, которая будет от тагильского цирка до центрального фонтана или до театрального сквера, как мы его сейчас называем, да, значит, вот эта вот часть, которая будет первая открыта для обзора тагильчан. Хорошо, и к другим проектам развития города, светлый город, давно мы с вами и беседовали на эту тему, вообще, как продвигается этот объект, какие-то, может быть, реальные результаты? Ну, мы говорили, да, о том, что... Или только проектная работа. Да, проектная работа, в первую очередь, причем довольно серьезная, то есть со всем необходимым объемом изысканий проходит, это мы проводим, да, значит, первые этапы уже сданы, находятся на экспертизе, мы ждем выхода, вот, буквально, тоже, наверное, середина июля месяца, ну, и после выхода уже, в общем-то, можно будет приступать к выполнению, собственно, самой стройки, да, собственно, уже неких вот таких капитальных вложений, которые будет осуществлять подрядчик. Поэтому мы ожидаем, что, ну, если не ко дню города, да, то к осени, как минимум, значит, первый этап у нас, это часть Дзержинского района, это улица Свердлова, улица Молодежная, улица Рженикидзе, улица Ильича, то есть вот этот вот микрорайон, то есть он уже у нас может войти во стройку, ну, как мы планируем, войдет во стройку, и к концу года, значит, будем запускать там уже новое наружное освещение. И одним из самых обсуждаемых проектов на сегодняшний день в нашем городе является проект под названием «Полигон твердых бытовых отходов». На этой неделе состоялись публичные слушания по изменению границ города, определено место, где будет размещаться вот сам полигон, мусоросортировочные станции. Отмечалось о том, что вот первые результаты этого проекта тагильчане тоже смогут увидеть уже этим летом, это вот установка современных контейнеров. Когда уже вот это произойдет? Это первый этап. Ну, все зависит, конечно, от подрядчика, который выиграл аукцион, да, мы тоже ожидаем, значит, что к осени буквально начнется уже запущенный механизм по замене, собственно, самих контейнеров. Контейнерные площадки у нас определены, то есть схема расстановки, ну, она практически остается без каких-либо серьезных изменений, то есть, ну, значит, порядка 500, по-моему, контейнерных площадок, да, мы говорили об этом. Вот, но контейнера, то есть, они будут европейского уровня, значит, они будут сделаны под новые мусороперевозочные машины, перегрузочные, поэтому я тоже думаю, что к ноябрю этот проект мы с вами сможем увидеть. Ну, а вообще, сама и сам вопрос, и сама тема переработки мусора, она только от года в год становится актуальной, вы видите, какое количество, в общем-то, и упаковки в первую очередь, да, и пластиковые, то есть, хотя это все, в общем-то, скажем так, массы, которые могут подвергаться вторичной переработке, то есть, сегодня они, к сожалению, у нас, ну, так скажем так, бездарно, они захораниваются, причем срок распада и полураспада, значит, измеряется десятилетиями, поэтому, конечно же, строительство и сортировочной станции, и полигона с новыми требованиями к экологии, к захоронению, в общем-то, довольно и длительный процесс, и актуальный для города, поэтому очень своевременно мы тоже этим вопросом занялись, потому что и из двух действующих полигонов, значит, у одного, ну, баланс и дебет уже, скажем так, такой, что, ну, там, два-три, ну, максимум, там, не знаю, пять лет, да, и, в общем-то, встанет вопрос о его закрытии, вот второй, значит, полигон на Дежинском районе несколько дольше, как бы, и несколько лучше баланс там, значит, но, тем не менее, вопрос, еще раз говорю, с учетом того, что нарастает объемы и нормативы накопления мусора, то есть он очень актуален для города. Ну, и, Константин Юрьевич, все-таки не утихают некоторые волнения среди жителей Рудника Третьего Интернационала, вы, как специалист, уже развеете их, расскажите, насколько далеко будет расположен вот сам полигон, сам комплекс от жилой зоны, и стоит ли беспокоиться? Ну, знаете, ну, понятно всегда, да, подобные беспокойства, причем они связаны, поверьте мне, не только со строительством полигона, да, то есть это любая стройка, я, честно говоря, ну, вот не помню, чтобы начало какой-то стройки не вызывало у жителей города волнение. Я могу вам прийти к примеру, что, значит, у нас были ряд обращений, в том числе от строительства жилого микрорайона в Муринских прудах, то есть вот жителям до этого, значит, Галена-Горбуновского массива нравилась, это как зона отдыха, значит, как возможность здесь прогуляться и выйти на Муринский пруд, да, и жилая застройка тоже, то есть, вызывает неудовлетворенность, скажем, да, то есть такие же вопросы, связанные со строительством жилых домов и в черте города, да, и детские сады, то есть, поэтому любая стройка, конечно же, она, в общем-то, ну, вызывает, наверное, может быть, справедливое беспокойство граждан, потому что это все равно изменение, скажем так, некой внешней среды, которая уже сложилась, к которой уже люди привыкли. Ну, а если говорить здесь по полигону, значит, еще раз мы, это все время звучит, и я считаю, что неправильно, значит, о том, что это свалка, значит, много раз говорили, что это не свалка, и можно даже посетить действующие полигоны ТБО, сегодня очень высокие требования экологов к ним привлекаются, то есть у нас все захоронение происходит картами, которые перекрываются, значит, землей, либо другим каким-то инертным веществом, там, песком, значит, шебнем, да, то есть и сегодня вот открытые кучи мусора, да, которые как-то, ну, значит, почему-то у нас так визуально представляется, их практически нет, а с учетом того, что, еще раз говорю, будет организована серьезная сортировка, а у нас практически сегодня процентов по техзаданию не менее 60%, а я думаю, что гораздо выше даже это возобновляемые фракции, да, то, значит, это будет совершенно, ну, уже другая. Ну, и сами, сам транспорт, который перевозит мусор на сегодняшний день, это тоже совершенно другие машины, которые уже, в общем-то, значит, ну, никакой нагрузки, кроме, значит, как того, что это грузовой автомобиль, да, то есть, я имею в виду, экологический, они никого урона не несут, поэтому я думаю, что, ну, многое преувеличено из того, что, в общем-то, или рассказывают, или представляют жители Рудникова. Спасибо вам, Константин Юрьевич, что пришли к нам в студию, нашли время, и вам остается только попрощаться. Всего хорошего. А у нас на очереди новости спорта, не переключайтесь. В спорте есть место и для самых маленьких. На стадионе «Спутник» ребята стали настоящими олимпийцами. Соревнования, как у взрослых, метания, прыжки и эстафета. Более 200 девчонок и мальчишек выступили на малых олимпийских играх. Все они – воспитанники детских садов детства. На пьедестал почетов стали команды дошкольных учреждений номер 179, 199 и 204. Тем временем всех тагильчан приглашают на пляжный волейбол. Уже завтра турнир памяти Гребенчакова. На набережной Выского пруда отбивать мяч будут более 25 команд. Соперники из разных городов. От Нижнего Тагила выступят как юноши, так и девушки. Присоединиться может любой желающий. Начало соревнований в 10 часов утра. Чтобы зарегистрироваться на участие, лучше прийти пораньше. У гонщиков также завтра важный день. В Качканаре соберутся на Кубки Свердловской области. Это второй этап соревнований. Грязь и ямы на железных конях будут преодолевать и наши земляки. Дарья Ахнычкина, Егор Югошин. Новости спорта Тагил ТВ. Такой была неделя в Тагиле. Мне остается только попрощаться с вами и пожелать вам хороших выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...